Амине Акталиевой 9 лет, и когда другие дети в своё свободное время проводят играх и развлечениях, она занята творчеством. Девочка с детства увлекается рисованием, маму, увидев в ней задатки художника, решила отдать Амину художественную школу и, видно, не прогадала. Глядя на картины, понимаешь, какой труд вложен в каждую работу этим маленьким гением. Оценили работы начинающего художника и её одноклассники. Мне понравилась картина, посвященная 9 мая. А почему она тебе понравилась? Ну, она сделана аккуратно, там много цветов, и я бы не смог так нарисовать. А чем ты увлекаешься, Тимур? Я играю на гитаре. А что, играешь? Ну, мелодиум, донтина, басадуль в огороде. После того, как я посмотрела на все эти картины, я подумала, что сам начну рисовать. Например, вот, пешеход она нарисовала. Вот я думаю, что она вложила в него любовь, она к нему вложила, свою душу она вложила. Прям старалась написать эту картину, рисовала, рисовала. Вот, нашла до такой степени. Ну, она хотела сказать, чтобы люди берегли своё здоровье, чтобы они переходили только через зебру. И есть даже, если нет светофоров, ну, что она хотела сказать, впереди, вот, она нарисовала девочку, которая переходит дорогу. И сзади неё остановились машины, но, как мы видим, она переходит только тогда, когда машины остановились и пропускают эту девочку. Совсем недавно картины Амина были по достоинству оценены на выставке рисунков детей из городов воинской славы «Дети рисуют мир», где девочки дали специальную грамоту. В Карабулакской третьей школе дети не просто осваивают грамоту, но и состоят в специальном классе под названием «Орлята», где созданы все условия, чтобы ребёнок мог всесторонне развиваться и познавать окружающий мир. Эти дети по разным направлениям воспитываются. Мы прекрасно знаем, что без воспитания не может быть обучения. Дети разносторонне развиты и художественным направлением, и музыкальный, и танцевальный, и спорт. По всем направлениям дети учатся. Нет ребёнка, который бы по двум-трем направлениям не учился бы. Обычно задают вопрос, как же успевают дети. Вы знаете, Акталиева Амина учится на отлично. Успевает и учиться, и в разных художественных кружках участвовать, и во всех значимых мероприятиях в том числе. Патриотическое воспитание в стенах школы, внимательное отношение родных и близких и, конечно, атмосфера, в которой растёт и развивается ребёнок – это главные ингредиенты для формирования будущего дарования. У Амины Акталиевой, как и любого ребёнка, есть друзья. С Амира Евоевой они познакомились, как только переступили порог школы. Со временем нашлись общие интересы и предпочтения. Обе девочки хорошо учатся, любят читать книги, заучивают стихи, участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Она хороший человек, хороший товарищ, хороший друг, поддерживает в любой момент, в любую трудную минуту. Вот, например, я получила четвёрку. Она говорит, ничего, Самира, ты в следующий раз получишь пятёрку, у тебя ещё есть санкции. Дружба – это когда человек делится горем и радостью, помогает и в горе, и в радости, и всегда они вместе дружат. Победа Амины Акталиевой на всероссийском конкурсе «Дети рисуют мир» порадовали всех одноклассников, учителей и родителей. Она три года ходит в художественную школу, и я ей очень сильно довольна, потому что не каждый человек сможет нарисовать такие картины, и всего лишь она в четвёртом классе. Мы были очень горды, что она приехала с дипломом, с таким значимым дипломом. Картины, выполненные с любовью, чувствуется, что ребёнок вложил туда свою душу, и мы очень гордимся этим. Несмотря на радость по случаю победы на конкурсе рисунков, в котором принимали участие дети со всей страны, юный художник держится очень скромно и сдержанно. Тематика картин Акталиевой самая разнообразная – пейзажи, природа, важные исторические моменты, работа на социальной теме. Вот моя любимая тема – это про природу, разные натюрморты, рисунки с башнями. Вот это мне больше нравится. А какие цвета тебе нравятся? Больше всего мне нравятся голубой, красный, жёлтый. Вот они ярче и розовый. Ну, первый раз я нарисовала рисунок по природу, где горы, солнце, деревья. Эта картина называется про Аскана Соломбика. Здесь цвета такие хмурые, потому что это как бы снег пошёл, это как зима. И вот у него самолёт сломался, и он не хотел падать на людей, чтобы они не погибли. И за это он поплатился жизнью. Этот рисунок называется «Цветы у башни», где есть башни ингурские, разные цветы и дерево, берёза называется. И этот рисунок я посвятила на День Ингушетии. Не зря в народе говорят – талантливый человек, талантлив во всём. А раски будущего гения бывают видны ещё с детства. Так что будем надеяться на успешное будущее пока что маленького художника Амина Акталиева. И пожелаем ей удачи и творческого вдохновения.